Говорят, что август пахнет осенью, но я люблю этот последний привет лета, и яблоки созрели, и подсолнухи еще стоят в полях, и мед подоспел, и в храмах звонят колокола, чествую о спас и успении Богородицы. И пусть неминуемо приближается осень, но август – это все еще лето. Так красиво писала об августе поэтесса Марина Цветаева. Именно в августе, 14-го, в день изнесения честных древ животворящего креста Господня, знаменующего начало Успенского поста, православная церковь отмечает медовый спас. В центр храма на утреннем богослужении выносится крест. До субботней вечерней службы все верующие могут ему поклониться. Праздник этот восходит к IX веку, когда в Константинополе и в окрестностях бушевала эпидемия, ну вот как наподобие у нас совсем недавно коронавируса. И священнослужители, совершив молитвословие, православные обряды, износили честный крест Господа нашего Иисуса Христа для поклонения и для молитв перед ним. И люди, которые приходили к этому кресту с молитвой, с надеждой на Бога, безусловно, что исцелялись именно от этих своих эпидемий, от этих болезней. Вот с тех пор православная церковь имеет такую традицию в этот день, первый день Успенского поста, износить крест из алтаря для того, чтобы каждый православный христианин также мог помолиться, попросить здоровья. Слово «спас» – это народное сокращение слова «спаситель». Каждый из трех спасов – медовый, яблочный, ореховый – это праздник, посвященный Спасителю, Господу Иисусу Христу. Праздник с большой историей сегодня сплачивает тысячи прихожан православных храмов всего мира. Время спаса приходится на конец сезона заготовки меда и урожая этого года. Довольно неплохой. За это благодарят люди Бога, а еще, находясь в храме, просят благословения и душевных сил. Для меня это радость. Это радость, это жизнь. Это спокойствие, это мир. Это и работа, и забота, как эта пчелка, как говорится, работает. Наверное, мы так, женщины, тоже крутимся, вертимся в этой жизни. Пусть Господь нам всем помогает, дает здравие, мир и покой в семье. Деткам нашим благополучие, для нас это, наверное, главное. Ну и пусть Господь хранит этот мир. Как вот мама была, говорится, и говорила так вот в празднике. Мы празднуем свою веру, держим, пока никуда не отдаем никому. За свою веру держим. Этот праздник празднуется, потому что заканчивается лето, люди собрали мед, пришли отметить окончание лета. Мы благодарим Господа за это все, что у нас есть и мед, и наши труды, и картошка, и хлеб, и все у нас есть, и овощи, и фрукты. Поэтому это благодарность за труды, что Господь помогал растить нам, мы собрали, чтобы жить дальше. Благодарим Бога за все. Каждый год так получается, а не только свар, потому что, ну, мед собираем тоже пчелки, трудяги. Так я, как человек трудится, так и пчелки. Это такой момент в году, когда больше всего, наверное, воспевает мед, и поэтому церковь благословляет этот процесс, освящая мед. Но помимо этого, это, конечно же, не просто праздник медового спаса, это праздник креста, мы поклоняемся кресту. После праздничного богослужения в Свято-Семенеоновском кафедральном соборе состоялся очин освящения меда, мака, воды. Я подашь ему действенную благодать, паче всех, совершенным, да всяк, отнягом, кушающим, приемлющим и идущим, обрящим благополучное здравие и пищу, и сей, и носительцем, и исполнится всякого блага. Яко ты, если подавай, и всяческая блага тебе слава, воссылаем, в предначальной твоем оценке, и при святыми благе, и межитворяющим твоим духом, ныне и пресне, и вовеки веку. Как и все праздники народного календаря, медовый спас имеет свои приметы. Жаркая погода предвещает, что наступающий год будет теплым. А если день выдался дождливым, ждите преимущественно холодной погоды следующим летом. А если подать на медовый спас деньги и баночку меда, просящим милостыню, то Господь простит все ваши грехи. А главное помнить, что этот праздник – начало Успенского поста. Этот пост венчает Успение Божьей Матери, то есть один из важнейших праздников нашей Православной Церкви, так как на Руси Божья Матерь почиталась всегда и везде. То есть сколько возводилось храмов Божьей Матери, либо иконам, либо каким-то библейским событиям, в общем-то. И поэтому всех призываю начинать с сегодняшнего дня, умирать для греха и воскреснуть вместе с Божьей Матерью. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович и Юрий Лемонтович. Новости Бреста.